МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не устаем детям повторять правила дорожного движения. Спросите у малыша, на какой свет нужно переходить дорогу, и он, не задумываясь, ответит – на зелёный. Тем не менее, несчастные случаи всё равно происходят. Почему? И кто в этом виноват? Дети или всё же взрослые? Сегодня я, Александр Колтовой, с помощью экспериментов буду искать ответы на эти вопросы. Смотрите и запоминайте, что такое дорожные ловушки и как их избежать. Стойте! Почему для взрослых штраф важнее безопасности ребёнка? Полторы тысячи. То есть это типа на нашем будет ищет? К чему приводит экономия на детских креслах? Я не напрягаюсь двумя пальцами, сминаю легко. И, наконец, как выжить на дороге юному экстремалу? Для начала предлагаю провести контрольную для взрослых. Хочу узнать, какие именно правила поведения на дороге они рассказывают детям. Меня зовут Александр Колтовой, я веду программу «Безопасность». Вот вопрос, какие правила дорожного движения должны знать дети? Дети? Ну, переходить на зелёный свет. Посмотрели налево, посмотрели направо, дошли до середины. Так, посмотри, машина есть, нет? Ну, конечно, переходить дорогу только на разрешительный сигнал светофона. Я считаю, это самое первое. Если автобус установился на остановке, а вам нужно перейти дорогу, нужно его сзади или спереди обходить? Сзади. Пока светофор зелёный станет, тут ходите. Ловите, ловите, ловите. А там есть кому бы, да, придержать? Да, да. Основные вот можем попытаться и перечислить? Придерживаться норм. Это смотреть на светофор, посмотреть налево, смотреть направо. И если с вами идти, всё. Куда она сам смотрит? Сначала налево? Налево, направо. Всегда смотреть на водителя, чтобы понимать, что водитель у тебя видит. Вот то, что я всегда говорю детям и ребенку. Это очень ценно, подметили, мало кто об этом говорит. Автобус обходить только впереди, трамвай, задней. Нет, наоборот. Знаешь, где обходить автобус или троллейбус? В первую очередь посмотреть налево-направо. И потом уже переходить из дороги. Давайте, пап, подключаем. В тёмное время носить цветы, отражающие костюмы, ну, то есть полоски, чтобы всякие были. Ну, самое главное правило, когда ты выходишь на дорогу, посмотреть налево, посмотреть направо. А, меня не слышно. Ну, да, да, конечно. Убезет, что тебя отпускают. За редким исключением у взрослых всё сводится к зелёному свету. Показываю опрос Натальи Агре. Она президент экспертного центра движения без опасности. Выясняется, даже это правило не работает без важных пояснений. Самая большая опасность – это действительно то золотое правило, которое мы слышим от наших педагогов, родителей. Это то, что горит зелёный свет, значит, можно идти. Вот нельзя идти на зелёный свет. Донести до ребёнка, ну, необходимо то, что нужно убедиться, что машины остановились. То есть не сам сигнал светофора должен стать для него как раз сигналом движения. Если этот и другие очень важные моменты не объяснять детям, то они могут попасть в дорожные ловушки. Какие именно покажут эксперименты? Вот наши первые испытуемые – Светлана и её сын Вова. Ну что, давайте проведём первый наш эксперимент. Светлана, вы хорошо помните правила дорожного движения? Да. Хорошо. Алло, а ты помнишь, как безопасно переходить в пешеходный переход? Да. Хорошо, давайте это проверим. Там впереди, чуть-чуть дальше, пешеходный переход. Вы спокойно просто по нему переходите, как обычно. А я вас с той стороны буду ждать. Хорошо. Вперёд. До встречи. Мы, конечно, будем контролировать ситуацию. Начнём с перехода без светофор. И вот она, первая ловушка. Машина у «Зебры» закрывает обзор. Но мама с сыном уверенно двигаются вперёд. В данном случае, конечно, мама с ребёнком не только должна была подойти, остановиться, проследить, что автомобили остановились. Вы видите, что ребёнок уже делает следующий шаг. Она должна была бы прокомментировать ребёнку, что, смотри, нас не видно, мы должны остановиться, проследить, что машина остановилась, только после этого начать движение. И когда они начинают движение, видно, что второй автомобиль всё ещё едет. Вот всё-таки машины должны притормозить полностью. Только после этого можно продолжить движение. Дети знают – дорогу надо переходить по «Зебре». А вот про ловушки взрослые не рассказывают. Это серьёзная ошибка. Не заметили нашу ловушку? Нет. Вот там микроавтобус стоит. Прямо перед пешеходным переходом. Ну, он мне особо не мешал. Но обычно надо всё-таки выглянуть, посмотреть, вдруг кто-нибудь несётся. Ну, я, как правило, так и делаю. А вот сейчас вы так не сделали. Давайте пройдём ещё один эксперимент. А я попрошу вас ещё раз перейти дорогу, но не здесь, а в другом месте. Пойдёмте, я вам покажу маршрут. И посмотрим, как вы там справились. Хорошо. Это зебра со светофором. Ловушка ждёт испытуемых на середине дороги. Поток за спиной начал движение, но мама туда не смотрит. Но фактически это ещё одна ошибка. Дело в том, что пешеходы должны контролировать от полосы движения, как ту, перед которой они находятся, так и контролировать то, что происходит за спиной. Тот же самый ребёнок, я вот не вижу, держишь ли она его за руку. Но так или иначе, может сделать неосознанный шаг назад. Здесь хорошо они стоят на островке безопасности, а если бы они стояли на разделительной полосе, то вот этот шаг мог бы стать решающим. Надо смотреть не только направо, но и обязательно контролировать движение за спиной. Шаг назад может привести к трагедии. Вот когда вы стояли, смотрели в ту сторону, а поток шёл у вас за спиной, не хотелось бы таки посмотреть налево на машину, которая... То есть думаете, что этот островок безопасности достаточно широкий и безопасный. Вот это всё-таки была ошибка. Есть ещё ловушки. Попадут ли в них новые участники экспериментов Татьяна и её дочь Патриция? Татьяна, Патриция, ваша задача сейчас будет сесть на троллейбус, проехать на нём три остановки, будешь считать, выйти и перейти дорогу. И на то строе я вас буду ждать. Всё очень просто. Просто, да не очень. Ловушка сработает, если следовать стереотипу, как обходить автобус или троллейбус. Вон, смотри, Саша, давай перейдём аккуратно, пока машина не пошла. Пойдём. Стойте, стойте, стойте. Куда вы пошли? Ну, помех нет, можно перейти. Назад, назад, возвращайтесь. Дорогие взрослые, забудьте правила. Обходим автобус сзади, трамвай спереди. Оно устарело. Фактически мы здесь возвращаемся к советскому прошлому, когда нас учили, то, что автобус можно обходить сзади. Нельзя обходить автобус ни сзади, ни спереди. Таким образом вы можете попасть как раз под следующий автомобиль, который будет двигаться параллельно с автобусом. Поэтому обязательно дойдите до пешеходного перехода. Сегодня движение на дороге не то, что раньше. Старые правила не работают. Если рядом нет перехода, в Москве это редкость, то лучше дождаться, пока автобус или троллейбус уедет, оценить обстановку и только потом переходить. Татьяна. Да. Ну и куда же вы пошли? Мы хотели перейти дорогу. Пешеходный переход был? Не было. Но свободная зона, помех ни справа, ни слева нет. Перейти можно уже. Да вон 30 метров пройти и пешеходный переход. Я не заметила. Я специально встал, чтобы вас провоцировать. Посмотреть. Ну мы быстро хотели перейти. Ну как быстро? Вот так, когда и получается. Хотели быстрее, а получилось, закончилась больница и… Слава богу, не закончилась. Слава богу, не закончилась. Посмотрим, попадут ли мама и дочь в еще одну ловушку. И снова надо перейти дорогу по зебре. Троллейбус притормозил. Мама и дочь пошли. Ага. Они даже не заметили, что совершили очень серьезную ошибку. Им показалось, что первый автомобиль их пропускает. Они обязательно должны увидеться, что второй автомобиль, который движется за этим автомобилем, тоже успел притормозить, либо хотя бы начал торможение. Ни в коем случае нельзя начинать движение, если вы видите, что первый автомобиль в полосе стоит, а второй еще нет. Ну и та же самая сеть очень часто происходит при так называемом раннем зеленом светофоре. Когда вы стоите нетерпеливо, обязательно все-таки проконтролируйте, что после того, как загорелся зеленый сигнал светофора, все автомобили затормозили и вас пропускают. Вывод. Просто рассказывать детям правила недостаточно. Надо учить распознавать ловушки, предвидеть опасность. Это поможет избежать трагедии. Сейчас перейдем к проблеме безопасности ребенка в качестве пассажира. Посмотрим, насколько водители соблюдают правила перевозки детей. Закажем несколько автомобилей с помощью популярных интернет-сервисов. Мы вам еще покажем, что беспокоит московских водителей. Безопасность ребенка или штраф? Какое детское кресло может только навредить? И что знают юные экстремалы о правилах поведения на дороге? Итак, ребенок-пассажир. Везти его надо в детском кресле. Таково правило. Но следуют ли ему водители? Я выступлю в роли папы. Татьяна и Патриция – мои условные жена и дочь. И вот машина подъехала. Водитель согласился везти без кресла. Но штраф будет на наши совести. Полторы тысячи. Ну, то есть это типа на нас он будет везти? Ну, ладно, тут нам рядышком. Договоримся. Маршрут выбрали короткий и безопасный. И вот уже заказываем другую машину. Здесь водитель добросовестно достает бустер. Но уже в дороге признается, что может везти и без кресла. Если, опять же, я оплачу штраф. Либо хотите ельц, но тогда уже вы оплачиваете весь этот штраф, да, получается. Либо я отказываюсь. Ну, пишите, что вы отказываетесь там от заказа. Потому что реально, потому меня за сегодня уже два раза остановили. Просто проверка документов. А вот так вот еще сидят, бенок сидит еще без детского кресла. Ага, ну, дружок, давай вообще так для тебя. Пассажир хлопнет, вверх уйдет и уйдет. И водитель останется с Гаевым один на один, скажем так, понять этот смысл, да? Я сделал еще два заказа. Водители соглашались везти без кресла, если пассажир берет ответственность на себя. Мы совершили несколько поездок, и у меня сложилось ощущение, что водители такси больше волнуют штрафы, чем безопасность ребенка. Давайте продолжим эксперимент, но теперь я стану отцом ребенка помладше. Моя новая телевизионная семья – Елена и Ванечка. Ему всего шесть месяцев. Заказываем машину. Так, а у вас едет из кресла? Нету, да? Вы нас так повезете без кресла? Нет, я повезу, если вы поедете. Ради бога. Мы-то поедем, наверное. Просто у меня как бы указано в анкасе, что у меня несколько лет. Ну ладно, недалеко. Надо ехать, да? Да, все. Вы, когда будете заказывать, если вам надо с креслом машину, да, вы заказываете и отмечаете, что нужно детское кресло. А на какой возраст обычно кресло хочется? У нас совсем еще маленькое. Да я вообще не знаю. Но маленького такого, по-моему, кресла не сажают. Нет, ну там есть детские люльки специальные. Это специальные какие-то. Видно, что о креслах знания у водителя, мягко говоря, поверхностные. Итоги проверки неутешительные. Никто не отказался везти детей без кресла. Лишь один водитель достал бустер. А вот насколько это устройство отвечает нормам безопасности, сейчас разберемся. Свою пятилетнюю дочь я вожу только в детском кресле. Просто ремни или бустеры мне доверия не внушают. Узнаем у эксперта, какие детские удерживающие устройства могут обеспечить максимальную безопасность. Для начала выясню у эксперта по детским креслам Сергея Керженцева, каким правилам надо следовать при перевозке грудных детей. Итак, первое. Без автолюльки никак поездок. Обязательно все люльки группы 0+, крепятся против ход движения, когда голова ребенка обращена назад. То есть это требование. Это требование. И объясню, почему. Когда ребенок только родился, у него соотношение массы головы к массе тела очень большое. И неразвитые шейные позвонки и шейные мышцы. Соответственно, он не может удержать физически голову. Поэтому даже при резком торможении ребенок может получить очень серьезную травму шеи. Дальше важно правильно закрепить люльку штатным ремнем, если она не на базе. Обязательно продеваем ремни по вот таким направляющим. Любая ошибка при креплении детского кресла может перечеркнуть всю безопасность самого кресла. И вот диагональную часть ремня заводим за люльку. Все хорошо подтягиваем. Обязательно, да? Обязательно. Важно не забывать про направляющие и при использовании уже детских кресел. И еще не советую на них экономить. Вот дешевый вариант. Конструкция очень хлипкая. Материалы. То есть если мы разденем это кресло, да? Материал, напоминающий какой-то капрон, да? Который вот просто я не напрягаюсь двумя пальцами. Сминаю легко. Что, о какой защитителе здесь можно говорить? Ну да, действительно. То есть все это просто будет мяться? Мяться, естественно. А вот в хорошем кресле что внутри? Здесь мы имеем уже надежный каркас, да? Который у нас на себя возьмет удар. И энергопоглощающий материал, который не позволит энергии удара на передину ребенка. Ну и, наконец, бустер. Сейчас решается вопрос о запрете таких удерживающих устройств. Уровень безопасности у них низкий. В таком устройстве, как бустер, полностью отсутствует боковая защита плечей, головы. Это, естественно, как бы не может положительно сказаться на безопасности. Но иногда возникают ситуации, когда ребенок слишком рослый. И физически не помещается в детское кресло. Вот тогда бустер является неким таким компромиссным вариантом. Важно, чтобы компромиссный вариант был, опять же, качественный. Ну и, конечно, я не мог не спросить про адаптер на ремень безопасности. Эксперт не советует такой вариант. Такой адаптер справляется только лишь с одной функцией, да? Он корректирует штатный ремень безопасности. Точнее, диагональную его ветку опускает на плечо. Вот. Но при этом нужно не забывать, что он приподнимает верхнюю часть ремня безопасности, да? Которая по поясу проходит. Да, которая начинает проходить уже не по тазовым костям, а по брюшной области. И в такой ситуации, даже при резком торможении, да, мы получим эффект подныривания под ремень, да? И очень серьезные травмы, внутренние травмы вот области, брюшной области. Вот как это выглядит на краш-тесте. В общем, очевидно, что к выбору удерживающих устройств надо подходить с умом. От беспечных взрослых переходим к безбашенным подросткам. Скейтеры, роллеры, велосипедисты. Посмотрим, соблюдают ли они правила дорожного движения. А вот участники эксперимента. Лена, Егор и Игорь. И у меня сразу к ним серьезные претензии. Ну что, ребят, проведем эксперимент? Да. Конечно. Сначала задам такой вопрос. А почему вы все без защиты? Забыл. Хорошо, хорошо, хорошо. Я забыл. Забыл, хорошо. Но это очень плохо, на самом деле. Мы, конечно, за вами присмотрим, но вы тоже помните о том, что защита, она необходима. И очень плохо, что вы без нее. Ладно. Суть нашего эксперимента. Вы стартуете здесь, около здания нашего телеканала, и движетесь до Белорусского вокзала. Победит тот, кто прибудет туда первым, не нарушив ни одного правила дорожного движения. И сразу же после старта парни совершают опасную ошибку. А вот Лена молодец. Нельзя переезжать с пешеходный переход на велосипедах, роликах, скейтах и так далее. Помимо того, что это запрещено правилами, также вы должны понимать, что вы просто не успеете сманеврировать. Потому что остановочный путь на любом этих средствах, он намного больше, чем когда вы находитесь на ваших встроенных устройствах в виде ног. Поэтому обязательно не поленитесь, спешьтесь и перейдите дорогу. Кстати, тоже очень важный момент для подростков. Наушники противопоказаны. Очень круто слушать музыку, но, пожалуйста, снимайте наушники перед пешеходным переходом. А экстремалы мчатся вперед. К счастью, под нашим контролем. И вот еще одна грубая ошибка. Уже все трое даже не притормозили у дороги, по которой выезжают машины из двора. Не оценили ситуацию. А вот смотрите, Егор в азарте чуть не сшиб мужчину. По сторонам не смотрит. И вот еще одна очень опасная ошибка. А вот смотрите, вот здесь велосипедист с тротуара съехал на уже проезжую часть. И вроде бы не быстро, рядом с бордюром, движется по проезжей части. Ну это вообще противопоказано, и это опасно, это запрещено. А с какого возраста можно на велосипеде выезжать на дорогу? Фактически это можно делать с возраста совершеннолетия, это с 18 лет. Более того, дорога должна быть оборудована так или иначе велосипедными дорожками. Надо останавливать эксперимент. Уж очень опасно ведут себя эти молодые люди. Давай сюда, Леночка, стой. Все, приехали. Ребята, то, как вы ездите, ну это полный кошмар. Мы даже не будем продолжать эксперимент. Давайте остановим его прямо здесь. Потому что вы нарушили все правила, которые только можно было. Ты переезжаешь переходы, не слезай с велосипеда. Ты какого-то прохожего чуть не сбил. Более-менее из вас Лена едет. Поэтому я бы, скорее, ей победу отдал. Егор, ну а ты почему нарушал? Ну, хотят прийти первым. И при этом все взрослые нарушают правила. И на велосипедах тоже. Значит, надо повторять за ними. Устами младенцев, что тут скажешь? Только то, что надо и детям правильно объяснять, как вести себя на дороге, и самим не нарушать. Еще раз напомню. Все наши эксперименты мы проводили, обеспечив полную безопасность нашим испытуемым. Мы контролировали каждое их действие. Но в жизни за вашим поведением на дороге никто следить не будет. Поэтому помните, ваша безопасность начинается в вашей голове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова